предлагаю приготовить очень простой ужин нам понадобится форма сейчас ее смажу маслом немножко сбоку выкладываю слой лука полукольцами присыпаю немножко солью чуть-чуть совсем и теперь на этот лучок я уложу порезанную вот такими вот дольками картошечку так картошка у меня осталось поэтому сверху я присолю и выкладываю оставшуюся картошку так присаливаю и еще немножко картошки так как она у меня осталось что-то я разошлась и порезала больше чем нужно такое бывает но как говорится боль лучше больше чем меньше да лучше просто останется чем ее не хватит все картошка у меня закончилась поэтому я сейчас еще раз сверху присолю и немножко перчика все перца хватит я думаю дальше я беру вот такой кабачок этот цукини сейчас я его помою срежу с него кожицу и также нарежу кружочками вот так все этот слой я также присыпаю сверху солью теперь я беру такую тарелочку там внутри уже налито растительное масло что даже я добавляю чайную ложку соли такой вот прям с горочкой немножко дальше сыплю перцем у меня вот такой перец 4 перца сюда бы очень хорошо добавить чесночочек мелко мелко порезанный или из чеснока до вилки но так как мой чеснок к сожалению скоропостижно скончался сегодня я без чеснока ну я добавлю вот такой шашлычный соус пару ложечек а может быть даже и три ну естественно перемешать это все дело это будет наша бомбическая заправка отставляем берем вот такую крутку острый ножичек делаем надрезики вот такие вот с одной стороны и с другой стороны и с другой стороны еще можно маленький сюда затем берем наш раз чудесный соус влазит он в эфир и естественно смазываем всю нашу грудку и снаружи и снутри все очень очень тщательно так вот прям промазываем чтобы она у нас хорошенечко замариновалась и чуть-чуть здесь так и еще с нижней части то есть то что здесь у нас осталось этого как раз хватит вот сюда так и вот так знаете на всякий случай я еще чуть-чуть здесь присолю чуть-чуть совсем мы берем убираем ставим наши кабачки и овощи обратно переворачиваем курочку и укладываем ее сверху вот такая вот она у нас симпатичная становится далее я беру вот такой сыр у меня сулугуни но вы можете взять абсолютно любой сыр который у вас есть в холодильнике подойдет и российский и голландский любой ваш любимый сыр вот сейчас я его порежу ломтиками и также нарежу помидорку полукольцами нарезала я помидорку и сыр помидор я посолила и приперчила и теперь я буду начинять этим отверстие которые мы сделали в курице сыр расплавится поэтому ничего страшного что он у нас сейчас торчит абсолютно в этом ничего такого нет так получилось так что помидорки у меня еще остались немножко поэтому я разложу уже на все овощи вот так так знаете что я решила я решила добавить вот этот вот сверху соус еще обмазать немножко им овощи вот этим шашлычным соусом я сверху еще промажу овощи но томатная паста здесь не подойдет и кетчуп тоже здесь не подойдет здесь именно нужен соус так и у меня еще остался сыр сыр у меня так как он мягкий я его немножко поломаю и тоже сверху на овощи если у вас сыр твердый можете его потереть теперь всю эту вкуснотищу я поставлю в духовку на температуру 160-180 градусов и буду выпекать примерно 1 час до готовности курицы вот если я увижу что уже это все дело покрылась красивой золотистой корочкой еще немножко и это все может сгореть а мясо еще не готово значит я сверху покрою фольгой как я всегда это и делаю смотрите какая красота все кипит все поджарила зажарилась прошло уже достаточно времени так что можно подавать к столу видите сколько сока воды абсолютно не добавляла это весь сок дали овощи так все получилось очень сочно всем всем приятного аппетита все очень просто из того что есть дома если есть у вас вместо кабачков баклажаны можно класть баклажаны если вы не любите лук лук можно не класть можно просто с картошкой можно туда морковку добавлять можно болгарский перец ну то есть то что дома есть все идет в ход вот и все приятного шуこれは грин minds ну то есть cel открынут это